МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денис Козлов находится прямо на гребне плотины Красноярской гидроэлектростанции. Вот что он передает оттуда. В студии, уважаемые зрители, сейчас мы находимся прямо на гребне Красноярской. Греб сюда нас провели не просто так. Сегодня специалисты хотят рассказать, какие функции выполняет это сооружение во время паводка. Но чтобы не быть голословным, чтобы понять весь масштаб, я хочу попросить оператора показать, что происходит прямо под нами. Тысячи кубометров воды, на самом деле даже легкая вибрация такого объема ощущается. Если на самом деле присмотреться, то даже вид на радугу на самом деле очень красивое зрелище. Несчастно сюда пускают журналистов, поэтому будем вам рассказывать, собственно, про функции ГЭС, про то, как все это работает и, собственно, как у нас сейчас удается избежать ЧП и паводок. Он, как известно, застиг практически всех. Ну, все подробности сегодня вечером. Я надеюсь, что будет интересно. Пока что все. В студии. Спасибо, Денис. А у нас на связи был Денис Козлов, который сейчас находится на Красноярской ГЭС. И переходим к другим темам. Около ста животных погибли в огне на ферме в Каннском районе. Пожар произошел ночью в деревне Круглова. Огнем охватило территорию в полторы тысячи квадратных метров. Полностью сгорели зернохранилища, свинарник и дощатые загоны. Из охваченных огнем зданий эвакуировали 20 лошадей и 80 коров. Остальных спасти не удалось. Ликвидировали возгорание только около 4 часов утра. На месте работали 39 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Среди людей погибших и пострадавших нет. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Стрелок по велосипедистам с улицы Дубровинского сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном. По его словам, конфликт возник из-за того, что парни создавали помехи для движения машины и отказывались покинуть проезжую часть. Поэтому мужчина решил припугнуть их и совершил холостой выстрел из пистолета. Узнав, что его разыскивают, он сам решил сдаться. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы. «Ты что, п***, ты творишь?» Достал хомощенный пистолет и произвел один выстрел в сторону асфальта, в землю. Дабы вразумить его, поставить на место как-то. И все, после этого мы уехали. Да, за свою вспыльчивость, конечно, приношу извинения. То, что вспылил. Считаю себя неправым в данной ситуации. А сейчас к данным оперативного штаба. В Красноярском крае вновь зафиксировали 101 новый случай заболевания коронавирусом. Я напомню, накануне прирост был таким же и впервые за месяц преодолел в планку в 100 зараженных. Однако сегодня меньше заболевших в самом Красноярске. Здесь коронавирусом за сутки заразились 46 человек. И в однотревожная цифра 8 человек в крае скончались от болезни. Кривая летальной статистики вновь поползла вверх. Добавлю, сейчас Красноярский край находится на 14 месте общероссийской статистики заболеваемости. В Красноярске нужно создавать места отдыха у водоемов. Обратить на это более пристальное внимание Александр Рус попросил главу города Сергея Еремина, когда они вместе посетили парк Прищепка. В процесс создания и обустройства общественных пространств нужно вовлекать бизнес и самих гаражан. Особое внимание губернатор попросил уделить местам, которые уже полюбились красноярцам. Прищепка как раз является такой локацией. Напомню, парк появился три года назад на месте заброшенного пустыря у озера на улице Вильского. Общественное пространство представляет из себя холмистый рельеф, на котором высажено больше 700 декоративных деревьев и около 3000 кустарников. Все это произвело большое впечатление на губернатора Александра Рус. Мы три года говорим о том, что в Красноярске должны быть места компаний. Живем здесь на Великой реке, рядом с Ликой. Найдем средства. Мы живем, мы знаем уже в какой пункте, но неужели нельзя найти возможности установки, даже искусственной бассейна, нормальной очистки. В этом займитесь, я вас прошу. Первый раз он посетил это место. По его состоянию было понятно, что губернатор впечатлился. Место действительно красивое, уникальное в нашем городе, неповторимое. И по своей территории, по своей ландшафтной и пейзажной красоте ни с чем не сравнимое. Прогулялись по части территории, показали наши какие-то базовые ключевые объекты, являющимся основной достопримечательностью места. В центре Красноярска в результате ДТП машины вылетели на тротуар. Из России можно улететь еще в 8 стран, а дорогу в объезд пробки у Гордыка перекроют до конца лета. Об этом и не только, в двух словах расскажем прямо сейчас. Красноярске на все лето перекроют проезд вдоль Николаевского кладбища. Это один из востребованных у красноярцев маршрутов для объезда пробки в районе Гордыка. Как поясняют дорожники, он слишком узкий, чтобы перекрывать его частично. Поэтому дорогу закроют полностью с 14 июня до 30 августа для ремонта тепловых сетей. Красноярцев восхитил огненный закат. Его можно было наблюдать вчера, а соцсети сразу же начали наполняться эффектными кадрами. Краски заката менялись практически каждую минуту, поэтому фотографии и видео гаража разнообразные, но эффектные и впечатляющие. В центре Красноярска столкнулись два автомобиля. Они чудом не затели автобусную остановку. Белая Камри летела на большой скорости по проспекту и столкнулась с выезжающим из бокового проезда администрации Вольцвагеном Поло. От удара Тойота вылетела на тротуар и чуть не врезалась в автобусную остановку площадь революции, на которой в это время были люди. Машина задела двух пешеходов, они получили незначительные травмы. Медики оказали им необходимую помощь на месте. Сегодня возобновляются авиасообщения еще с восьмью странами. Прямые рейсы из России полетят в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикию, Марокко и Хорватию. Чартерные рейсы будут возобновлены с Албанией. Отметим, что речь идет об авиа, о перелетах из Москвы и также из столицы увеличат количество рейсов между Белоруссией, Египтом, Грецией, Сербией и другими странами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обновление новой аллеи, почетных захоронений и на самом крупном в городе Бодалыкском кладбище. К осени этого года планируют представить окончательную планировку участка, обустроить основание дороги и сделать площадку для сбора мусора. На Бодалыке ведутся самые масштабные ремонтные работы. Его территорию серьезно подтопило во время апрельского половодия. А это явный признак непроработанного плана благоустройства. Вместе с весной организовались подтопления благоустроенных участков, благоустроенных в прошлом году, в первом этапе. По мнению депутатов, проект был не до конца завершенным и не до конца учел эти моменты с подтоплениями. По данным Центробанка, в 2020 году в России выявлено более 48 тысяч поддельных денежных знаков. Самая распространенная фальшивка – пятитысячная купюра. Подделывают даже 10-рублевые с видом Красноярска. Куда обращаться, если вы обнаружили фальшивку в своем кошельке? И как самому понять, что в ваших руках подделка? Узнаете в программе «За деньги» сегодня в 19.15 на 7 канале. Фальшивые деньги – это не шутки. Обнаружив поддельные купюры, не рассчитывайте на авось и не пытайтесь их сбыть. Внимательно осматривайте деньги, которые вам дают, особенно если это происходит в общественном транспорте или на рынке. А в конце мы еще раз напомним, что каждый день новости 7 канала выходят в прямом эфире и в 16.00. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2 900 333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши Viber и WhatsApp. Номер 8 391 2 900 333. В студии для вас работала Наталья Архипова. Увидимся на седьмом.